Продолжение следует... Я хочу сказать, что это наиболее благоприятный день для принятия дикши. Это день годовщины Ом Кешара. Выпейте эту воду. Затем одной каплей воды омойте руку и вылейте эту воду. Еще раз, еще раз делайте то же самое. Три капли воды, капните на правую руку, посмотрите на нее. Произнесите Ом Нарая Намага. Выпейте эту воду. Еще раз ополосните правую руку одной каплей, вылейте эту каплю на воду. Еще раз капните три капли воды в правую руку. Произнесите Ом Нарая Намага и вылейте эту воду. Еще раз ополосните руку и повторяйте на новое. Ом Нарая Намага и вылейте эту воду. Еще раз три капли повторяйте Ом Нарая Намага. Выпивайте, а полос пивайте руку. Повторяйте. Ом Ахабхавитра Ахабхавитра Ахабхава 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 Орхля Он понял, что нам достаточно просто носить кантемары для тех, кто стремится попасть во Вриндава. Он подумал, что его процесс инициации не завершён. Он был правопадный сакхон. Он был? Да. И это был ученик правопады. И он отправился к преданным Шри Сампрадая, очень знаменитой большой группе. В этой Сампрадая они клеймят людей. Он отправился к гуру Сампад Кумар Батачария. Я слышал эту историю лично от него. И Сампад Кумар сказал, тебе это не нужно. Он даже не мог объяснить, почему нет. Он сказал, что если у тебя гуру Праупада, это наиболее могущественный гуру, поэтому тебе не нужно этих формальностей с инициацией. Но этот предный очень сильно настаивал. И в конце концов Сампад Кумар Батачария сказал, хорошо. Он согласился дать ему такое посвящение. И в этих Сампадаях инициация это очень длительный процесс, который может занимать до нескольких дней. Множество яги и мантры. И в конце они выжигают чакру и раковину. И затем духовный учитель и ученик садятся под чатаром. И повторяют очень тайную мантру на уху. Это очень тайная мантра, которую вы наверное слышите в самый первый свой приход в Рамоску. Это называется Чарамантра. Это мантра называется Чарамантра. Это самый высший пик их церемонии инициации. Сампад Кумар Батачария посадил предного под чатар. И прожептал ему на уху Чарамантра. Сарва-дарман-паритья-ча-маме-кам-шаранам-пра-джа-мам-пам-сарва-тапи-бьо-вокши-шрани-ма-суча. И он сказал еще одно что. Только Брабхупада может тебя спасти. И он получил инициацию. Так что он над ним хорошо подшутили. Сампад Кумар Батачария хорошо посмеялся. Когда он рассказал мне эту историю, он смеялся. Так что я рассказал вам три самскара. То есть я упомянул три самскара. Даса-нама. Даса-нама. Раз. Уртва-пундра. Уртва-пундра вторая. Тапа. Тапа. Третья. Еще одна самскара. Это мантра. Мы получаем Харикришна Махамантру. Это наш главный процесс воспевания Харикришна. Мы получаем четкие, на которых повторил мантру духовного учителя. Мы даем обещание повторять 16 кругов джапы каждый день. Это четвертая самскара. Кто сегодня получает второе посвящение Харикришна Махамантру? Три. 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 Хорошо. Это означает, получив все необходимые мантры, мы можем начать. Арчанасеба. Поклонение Божеством. И те, кто получает второе посвящение, получат также эти мантры для поклонения. Это Брамагайатри. Это Брамагайатри. Это Муламантра к Гуру. Гуругайатри. Это муламантра к Господу Гауре. Это Горагайатри. Это Муламантра Кришны. И Кама Гайатри, Гайатри посвященная Кришне. Кришна, как both the Gopal Mantra and the Kama Gaiatri, they worship Кришна as Madan Mohan, Govinda and Gopinath. Через Gopal Gaiatri и Kama Gaiatri, Кришне поклоняются как Madan Mohan, Govinda and Gopinath. And they take us, they take us to Vrindavan, where we can serve Кришне. Эти мантры помогают нам вернуться во Vrindavan, где мы можем служить Кришне лично. The Maha Mantra is a desire tree. You can chant the Maha Mantra and receive great material prosperity. Some people do that. They chant the Maha Mantra for that purpose. You can chant the Maha Mantra to get Brahma Sayyujya Mukti. To merge into Brahman. The Maha Mantra will give you that as well. Or you can chant the Maha Mantra and receive Krishna Prem and enter into Vrindavan. Or you can chant the Maha Mantra and receive Krishna Prem and enter into Vrindavan. and serve Madan Mohan, Govinda and Gopinath. So Gopal Mantra and Kama Gayatri, they are called Namatmika Mantras. Gopal Mantra and Kama Gayatri are called Namatmika Mantras. They are the life of the name. They are the life of the name. They will focus your chanting of the Maha Mantra that it will deliver not material prosperity, not liberation, but Krishna Prem and enter into Vrindavan. with the proper attitude, with the proper desire, with the proper desire, that when you are me, take it back to Godhead. When you are me, take it back to Godhead. And the Vishnu Dutu show you different heavenly planets. Vishnu Dutu show you different heavenly planets. And you won't be distracted. And you won't be distracted. The demigods will be inviting you. Come and dance with us. Come and drink with us. Come and drink with us. Stay with us. You can live for thousands and thousands and thousands of years and you will always look pretty or handsome. You won't grow old. 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 They will invite you. Вас будут зазывать. You will say, no thank you. А вы скажете, спасибо, не хочу. And then you will pass through the Brahman. You will be invited there as well. And you'll be invited there as well. Вас нам тоже заманят, когда-нибудь. Вы будете чувствовать великое блаженство в Рамане. И вы скажете, нет, спасибо. Я хочу служить в Раджандр-Нандане, Кришне во Фриндаване. Я хочу служить Кришне под руководством моего Гурудава, моего духовного учителя. Мы всех сегодня вас поздравляем в этот наиболее благоприятный день пресимащи Дух Души в день вашей инициации вам сильно повезло. Будьте осторожны будьте сосредоточены на наставлениях вашего духовного учителя и будьте уверены что по его милости вы вернётесь домой назад к Богу и будете служить Шишире Аджандр-Нандане. Большое спасибо. Я надеюсь, что все внимательно выслушали замечательную речь посвящённую инициациям, которую отдал Шри Прадлад. Когда Прабхупад, наш Прабхупад's candidacy for initiation was brought to the attention of Бактисадана Сарасвати Тахвард. В other words, he was asked if he would accept Abai, our Прабхупад as his disciple. Бактисадана Сарасвати thought for a minute, he said, yes, I'll accept it because he hears nicely. Когда пришло время нашему Шри Прабхупаде получать инициацию от Бактисаданта Сарасвати, когда его порекомендовали, Бактисаданта Сарасвати сказал, я приму его ученики, потому что он может самым лучшим образом слушать. Процесс слушания является наиболее важным, потому что это главная связь с духовным учителем. Это наша жизненная связь с духовным учителем, слушание его наставлений и слушание его объяснений о наставлении. Кристо. Иногда мы физически можем общаться со своим гуру, но по большей части у нас нет такой возможности. связь остается очень сильным, если мы всегда следуем его наставлений и слушаем его наставления о Шахстрах. Но эта связь остается очень сильным благодаря слушанию его наставлений и объяснений Шахстрах. Слушание также подразумевает памятник. Нет смысла слушать, если вы не можете запомнить, о чем шла речь. Один из духовных учителей давал лекцию, он сказал, что если у вас не очень хорошая память, имейте хороший магнитофон. Это, конечно, не обозначает, что процесс запоминания механический через записи магнитофона, но мы хотим усвоить то, что нам говорит духовный учитель. Для этого необходима практика и искренность и чистота. По нектаре преданностей есть глава, которая называется «Техника слушания и памятования». По мере того, как мы развиваемся, наша способность слушать и запоминать улучшается. Just like if there's a fire in the house and the fireman come in to save you, they break the door and they come in and they say, okay, the way you get out Если вы находитесь в огне пожара, и в квартиру врываются пожарники, и они вам говорят, каким образом выбраться из квартиры. Наратамдастакур говорит в одной из своих поэм, что я пытаюсь наслаждаться посреди бедствий. И когда мы начинаем понимать бессмысленность попыток наслаждаться в материальном мире, благодаря полученным от духовного возраста, учителя знаниям и собственному опыту, мы обретаем склонность слушать то, о чем говорит духовный учитель очень внимательно. Поэтому я могу попросить любого из присутствующих, тех, кто получает инициацию, повторить то, что говорил Шри Прохлад Прабу, и развернуть эту тему более подробно. Каждый из вас должен быть способен это сделать на протяжении 30 минут, объяснять эти темы. Потому что слушание является самой важной квалификацией, которая помогает нам выбраться из материального мира и войти в духовное. Однажды Прабхупада сказал, что тот, кто правильным образом слушает, сможет правильным образом говорить. Я просто говорил с Паладом, когда он first joined me, 15-16 лет назад. Когда он говорил, он просто повторил, что я сказал. Потому что он всегда слушал меня. Поэтому, когда он получил лекцию, он просто говорил, что я сказал. Он, знаешь, немного обращался. Мы говорили Шри Прохлад Прабу, вспоминали первые дни, когда он только начал со мной путешествовать. Поскольку он постоянно только меня и слушал, когда я просил его дать лекцию, он повторял. В принципе, то же самое, что я говорил, может быть, чуть-чуть менял. Но по мере того, как он развивался, он начал уже давать свои лекции. И я заметил, что он дает свою лекцию, но использует также мои утверждения, мои аналогии, примеры. Хотя уже по большей части это его собственные лекции. Поэтому я надеюсь, что те, кто получает инициацию, не просто примут серьезный процесс сознания Кришны сами, но также научатся объяснять другим, что такое сознание Кришны, делясь этой удачей с окружающими. Самая главная задача духовного учителя – это распространять сознание Кришны как можно шире, и поэтому ученики также должны стараться помогать духовному учителю в этом отношении. Шеллабропады иногда даже благодарил своих учеников за то, что они помогали ему распространять сознание. В этот славный день, явление Господа, мы также можем сделать его еще более значимым, сделав серьезный шаг на пути развития сознания Кришны. И я хочу повторить то, что сказал Шри Прохлад, мы все повторяем друг за другом, что это самый важный день в вашей жизни, потому что с этого дня начинается ваше возвращение в духовный мир. В принципе, это мое утверждение, это он его повторяет. Но в этом утверждении есть еще и продолжение, и даже еще третья часть этого утверждения. То есть, как обычно в мелодиях Киртана есть три части, в каждой мелодии точно так же, в этом утверждении есть вторая и третья часть. которую Шри Прохлад Рабу не объяснял, он, наверное, мне предоставил эту возможность, мне осталось сделать это. Это самый важный день в нашей жизни, в нашем материальном существовании, потому что наше падение вниз на этом моменте заканчивается. Затем, после инициации, мы останавливаем свое падение, делаем разворот и начинаем наше движение вверх. Что вам напоминает эта линия? Улыбку. У Чатуракмы – это классическая улыбка, посмотрите на него. Я очень ценю серьезность момента. И преды должны быть серьезны, потому что мы пока еще в материальном мире. Как Шри Прохлад Рабу сказал, что если мы серьезны, мы попадем туда, куда стремимся, на Калугу Приндавану, но также сегодня мы должны чувствовать себя счастливыми. Хотя, это не шутка, обеты даются серьезные, но цель очень блаженная. Я сказал, что Тома, я сказал, что в компании никто не смеет здесь. Каждый тысячи святых, и все, кто очень смеет. Почему они смеют? Я вот там и сказал, что что-то непонятное с предметом происходит. Тысяча человек, и все с серьезными выражениями лиц стоят, улыбаться никто не хочет. Конечно, настроение наше должно быть серьезное, то есть мы должны жить серьезной духовной жизнью, но также мы должны быть радостными. Давайте посмотрим, как вы серьезно можете улыбаться, всерьез и улыбнуться. Мы должны быть счастливы, что мы возвращаемся домой на завтра. Помня о Шри Прабхупаде и Кришне, мы должны чувствовать радость. Наверное, в день явления Дресимхадева мы все медитируем на эту суровую любу, поэтому все стали серьезными. Потому что сегодня день поста, и все уже проголодались, а время еще только пятнадцать минут третьего. Пост до шести часов не прервать будет. Но я чувствую себя счастливым, что в этот день я могу предложить вам свою помощь в возвращении на мой духовный битв. Я воспринимаю это служение, очень серьезное служение иницирующего духовного учителя. Одно время Прабхупада сказал, что если он не вернет, он не вернет, он не вернет, он должен вернуть. Прабхупада объясняет, что если ученик не сможет вернуться домой в духовный мир за одну жизнь к духовному учителю, вполне возможно придется вернуться еще раз, чтобы вернуться с ним. Но я счастлив тем, что придется мне разжидаться или нет, все это будет происходить в рамках служения Шеликова Паде. И сейчас мы приступим к самой радостной части церемонии. Мы будем вызывать преданных, чтобы они давали свои обеты и получали начитанные четкие духовные имена. И я даю небольшую передачу, потому что мы получили много кандидатов для инициации. И вместо того, чтобы говорить, или делать церемонии, каждое время, когда депутат выйдет, мы просто дали им имя. Вы говорите, что я дам им имя, и я дам им им имя, и вы можете вернуться к вашей сцене. Это почему мы сказали что-то больше, чтобы вы решили. Для того, чтобы и затягивать церемонию, я хотел вначале объяснить некоторые вещи, для того, чтобы вы могли получить свое новое духовное имя четкие и вернуться на место. Мы начнем с Рапу. Мы будем вызывать по одному. Мы будем называть также и следующего кандидата, чтобы вы могли подготовиться. Хорошо. Вы просто приходите к Весасане, вы можете взять микрофон и объяснить, какие обеты вы принимаете на себя, перечислить четыре регулирующих принципа и дать обет повторять минимум 16 группов, для того, чтобы все окружающие тоже слышали. Сейчас меня согласны. Первый будет Бхакта Геннарий. Следующим может подготовиться Виктор. Надо перечислить четыре обета, которые ты обещаешь соблюдать до конца жизни. Я принимаю на себя, добровольно принимаю на себя обеты, повторять ежедневно 16 кругов Мухамманты. На Икадыше 25 кругов. Обещаю следовать четырем регулирующим принципам религии. Это аскетизм, для этого я буду отказываться от интоксикации, милосердия, буду отказываться от мясоедения, правдивость, буду отказываться от азартных игр и чистота, буду отказываться от незаконного секса. Ваше имя связано с великим предметом. Я, изучая биографию меликих вайшнавов прошлого, встретил его имя в Писании. С этого дня ваше новое имя будет Шрикешева Райадас. Виктор Толчиев, следующий будет Роман Гордовский. Виктор Толчиев, следующий будет Роман Гордовский. Перечислить эти четыре регулирующих принципа, которые вы обещаете соблюдать до конца жизни. Мой дорогой Куру Махарадж, я обещаю каждый день повторять не менее 16 кругов Махамантры до конца своей жизни. Обещаю вам, никогда не есть мясо, не заниматься незаконным сексом, не употреблять интоксикации, не играть в азартные игры. Похоже, что у вас армейская подготовка. А с этого дня ваше новое имя будет Прима Йоги Дас. Роман, следующий. И подготовить Севать Бабте Рафаэру, Батрахов. ДУРЕ ГДБРОМАКРАДЖ, ЕВИЯ Дорогой Гуру Махарадж, я обещаю соблюдать всю жизнь на четыре регулирующих принципа, а именно не употреблять пищу продукты животного происхождения, не употреблять их интоксикации, не участвовать в азартных играх и денежных махинациях, и не заниматься незаконным сексом, а также повторять ежедневно не меньше шестнадцати кругов Махамады и Мари Кришны. С этого дня вас будут называть Говинда Гопалдас. Говинда Гопалдаски? Да! Рапаил Матракон, приготовьтесь, пожалуйста, Евгений Лариков. Присципы. Примствуйте обрагодет. Я обещаю не кушать мясо, яйц, либо рыбу, не играть в азартные игры, не заниматься незаконным сексом, и не принимать никаких интоксикаций. Также обещаю каждый день повторять не меньше 16 кругов Мухаммадры. Слово Мангала обозначает благоприятный. С этого дня ваше новое имя будет Расика Мангаладас. Замечательные имена, так что вы должны быть замечательные бренды. Любой Гауди Вайшнав что угодно отдаст ради такого имени. И мнение Лариков следующим подготовится Игорь Рябышев. Обещаю каждый день повторять не меньше 16 кругов Мухаммадры. Обещаю следующим революбирующим принципам, а именно не играть в азартные игры, не употреблять интоксикации, не употреблять в пищу продукта животного происхождения. Также следующие революбирующим принципам. Также всегда оставаться участищем на руководной природе. Один ученик у меня как-то спросил. Я у одного ученика как-то спросил, почему он именно меня выбрал духовным учителем. И он сказал, что потому что вы хорошее имя надеёте, красивое имя надеёте. А с одного дня ваше новое имя будет... Игорь Рябышев, подготовьтесь, пожалуйста, Анатолий Жуков. Я до конца жизни обещаю читать не меньше 16 кругов Мухаммандры, а также соблюдать регулирующие принципы, такие как не употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, и заниматься незаконным сексом, не принимать от дома унивающих веществ, кофе и чай даже, и не играть в азартные игры. Игорь Рябышев. Вы работаете? Не, я сейчас не работаю уже. Дорогие? Я в храме сейчас. А шик есть? Более. В ходе в прошли. В прошли. Хотя бы маленькая шика должна быть. С этого дня ваше имя будет... Копа Афарадос. Копа Афарадос. Копа Афарадос. Да! Анатолий Жуков. Кришна, 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 Кришна. Перечистите, пожалуйста, ваши обеты. Другу Рудефу обещаю выполнять четыре регулирующих принципа. Не употреблять мясо животных, не употреблять интосикацию, не играть в азартные игры, и не употреблять спиртные напитки. И не заниматься незаконным сексом. Повторять ежедневно не менее 17 кругов. Один беру как социалистические обязательства. Социалистические обязательства повыше. С этого дня ваше новое имя будет Шьяма Виластамас. Очень красивый имя, Шьяма Виластамас. Следующая Юлия Кузнецова. Дорогой Шрива Прудеф, лицом Господа Кришны, Сыни Вашнама и Шрива Прохубада, я обещаю, что буду следовать на протяжении естественной жизни регулирующим принципом. Никогда я не буду употреблять пищу мяса, рыбу, яйца, также чеснок. Не буду употреблять никакие интокситуации. Не заниматься незаблонным сексом. Не участвовать в любых денежных махинациях и азартных играх. Также буду уделять внимание вести Шрива Прохубада и чтению книг Шрива Прохубада. Ваш муж здесь? Он находится в Луганске из Мальдуп. С этого дня Вашим новым именем будет Раса Манджари. Раса Манджари. Юлия. Спасибо. Прочистите Ваши обеты. Дорогой Суне. Я обещаю к концу своей жизни считать 16 кругов в Махаман Прежнеге, соблюдать 4 регулирующих принципа. То есть, я отказываюсь от несоединения, в том числе, рыбы, мяса, яйца, отказываюсь от любых интоксикаций, Ну, в том числе, табак, чай, кофе. Я отказываюсь от незаконного секса. Я отказываюсь от азартных игр и участия в любых денежных актах. Также я обязуюсь всем своим существам служить в нашем области. С этого дня Вашим новым именем будет Камала Мурти. Камала Мурти. Полина. Губин, следующая Анастасия Карманова. Дорогой Шеллова Мурти. Я обещаю Вам следовать четырем регулирующим принципам, а именно не употреблять в пищу мясо рыбы яйца, не заниматься незаконным сексом, не употреблять интенсикации, и не брать в азартных игр. А также каждый день читать не менее шестнадцати книгов Аханады. Немного нервничаете? Это хорошо, потому что ученики должны уважительно относиться к духовному ученику. В противном случае, как можно принять наступление духовного учителя в Сирии? Сундари переводится «прекрасная». Гопи мы знаем, кто такие Гопи. Ваше имя обозначает «Служанка прекрасная Гопи». С этого дня Вашим новым именем будет… Гопи Сундари. Гопи Сундари. Мы даем листочки с именами, потому что иногда иницирующиеся так нервничают, что не слышат своего имени. Следующий, пожалуйста, подготовьтесь, Екатерина Кисель. Голосы на этой книге. Голосы на этой книге. Голосы на этой книге. Слева 4 минуты, в принципе, до конца жизни. Голосы на этой книге. Прибавьте звук, пожалуйста. Прибавляйте атаксипации, в том числе чай и кофе. Не играйте в азартные игры, не занимайтесь на закон по сексу. Также я обещаю междневно человеку, где они и шестнадцатик в годе. Вот ты обговоришь. Из какого вы храма? Вам. У меня для вас замечательное имя. С этого дня ваше новое имя будет... Кумари Радха Наси. Екатерина. Следующая подготовка, пожалуйста. Оксана Брагина. Екатерина. 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 Его имя Девьянни. Это дно. Кто им дал это имя? Кто, кто он дал это имя? Кто? Георди Саль. Вам нравится это имя? С этого дня ваше новое имя будет Девьяни Прия. Теперь она стала еще более прекрасной. Оксана Брагина. Следующая Елена. Я обещаю следовать четырем регулирующим принципам, не употреблять в пищу рыб, мясо, яйца, не употреблять интоксикации, не играть в азартные игры и не заниматься незаконным сексом. А также я обещаю читать минимум 16 кругов луфу мантры ежедневно и оставаться в обществе живого упада. Оксана Брагина. Оксана – это распространенное имя, правильно? На Украине, да? У вас будет очень нераспространенное имя духовное. Каким служением вы занимаетесь? Джарри. С этого дня ваше новое имя будет Шьяма Нандини. Шьяма Нандини. Елена Сычинская – Тураси. Следующая – Людмила Гапун. Дорогой Швилла Города, я обещаю вам, что буду каждый день повторять не меньше 16 кругов, исследовать четырем регулирующим принципам. Первое, не есть мясо, рыбу, яйца. Второе, не играть в азартные игры. Третье, не принимать интоксикации. Четвертое, не заниматься незаконным сексом. Сколько вам лет? Почти 18, 17 и 9 месяцев. Ваша родитель не бредная? Мазлый. Папа с нами не живет, а он бред. Папа с нами не живет. Кто он дал имя Туласи? Пряданные Ровенской ядре. И вот есть все, Ровно. Очень красивое имя. С этого дня большое новое имя будет Туласи Махарани. Туласи Махарани. Спасибо. Людмила Капон. Следующая Наталья Жарлина. Наталья Жарлина. Наракоши Лагрудев, я обещаю следовать четырех регулирующим принципам. Не есть мясо, рыбу, яйца, не играть в азартные игры, не употреблять интоксикации и не заниматься незаконным сексом. Ваше имя будет обозначать, что вы служанка Радхи. Вам это нравится? Ваше новое имя с сегодняшнего дня будет Радха Севика Даса. Радха Севика Даса. АПЛОДИСМЕНТЫ Наталья Жарлина. Следующая Наталья Зайцева. Продолжение следует... Не заниматься незаконным сексом, не употреблять интоксикацию, не играть в азартные игры. Ежедневно читать невинные шестнадцать кругов. Махаммад. Вау means all life. Вы принимаете на себя обет на всю жизнь. Give you a name which means you're the servant of the beautiful fame of Lord Chaitanya. Ваше имя обозначает удивительное слава Господа Chaitanya. From this day on you shall be called... С этого дня вас будут звать... Гора Киртидаши. Наталья Зайцева. Следующая Виктория Голуб. С этого дня я обещаю следовать четырем депутывающим принципам. Не есть мясо либо яйца, не принимать интоксикации, не играть в азартные игры и не заниматься незаконным сексом. Также ежедневно пополять минимум шестнадцать кругов Махаммады. У вас будет замечательное духовное имя. С этого дня вас будут звать... Шамараса Дасаик. Шамараса. Шамараса Дасаик. Да! Виктория Голуб. Следующая Елена Ларикова. Шамараса Дасаик. Шамараса Дасаик. Две главные гопи поможете Фараеда – Лолита и Вишапи. А Ваше имя уже очень благоприятное, мы сделаем его еще более благоприятным. С этого дня Ваше новое имя будет Лолита Вишака, Елена Варькова, Следующая Маргарита. Дорогорщина Города, я обещаю соблюдать четыре регулирующих принципа. Не употреблять в пищу мясо, яйца, рыбу, лук, чеснок, грибы, не употреблять интоксикации, не заниматься незаконным сексом и не играть в азартные игры. Также я обещаю каждый день повторять минимум шестнадцать кругов Махамантры, оставаться всегда в обществе Щибы Тракхупады и в обществе Исконы. У Вас короткое, но прекрасное имя. С этого дня Вас будут называть Раса Мурти. Маргарита. Следующая Мадри Мария Лугаева. На самом деле, регулировать тожеProбит. Коментoon. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Четвер Атмара говорит, что сейчас мы будем повторять пранам мантры, духовного учителя в Парамбаре, не по одному слову, а полностью все одновременно, то есть в унисон. И те, кто знают мантры, могут повторять вместе с ним. И, пожалуйста, предлагайте зерна огню не пригоршней, а тремя пальцами. Большим, безымянным и средним пальцем. И, пожалуйста, попадайте в костер, а не в буджаре. Это мечта. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok